всем добрый день и я рада приветствовать вас в этом видео в котором я открою вам совершенно волшебный мир мир иллюзорного вязания то чего скорее всего вы до этого даже не видели и не пробовали и так что же такое иллюзорное вязание это уникальная техника вязания признанная видом искусства при которой у нас рисунки как по волшебству исчезают и появляются это манишка из книги с растительным узором а вот это кусочек свитера который свел с ума и сломал мозг ни одному сотни вязальщиц квадратики появляется и исчезает конечно очень сложно на статичных картинках в книге показать вот этот эффект стерео картинки как его еще некоторые называют а когда у нас появляются и исчезают разные рисунки мы очень старались в книге это тоже показать но к сожалению на видео конечно это все видно намного лучше и так теперь давайте же вернемся же все-таки с вами книги заглянем под обложку и посмотрим что же в ней есть кстати фотография одна из немногих фотографий где хорошо действительно получился именно эффект от этого иллюзорного перехода когда у нас на части полотна нет не видно узоров на части полотна их видно и переходим уже изучению иллюзорной техники как всегда вас встречают самые базовые самые нужные главы начиная со снятия мерок дальше математика для тех кто подзабыл как правильно стирать сушить изделия какую выбрать спицу и пряжа дополнительные инструменты те вещи без которых изучение иллюзорной техники она не представляется возможным и дальше мы с вами переходим к непосредственно изучению самой техники в начале мы с вами изучаем что же такое иллюзорный узор с рисунком и без рисунка здесь он показан с рисунком здесь показан без рисунка и мы начинаем сначала с вами вязать без рисунка то есть просто фон учимся правильно делать кромки так чтобы они у нас не были затянуты так чтобы они хорошо смотрелись какие кромки используются на разных изделиях все здесь показано пока листаю я скажу вам сразу что эта техника придумала не я но я довела ее до совершенства я ее расширила я показала наверное максимум выжила из этой техники что-то чего только можно и показала все абсолютно моменты с ней связаны начиная от набора петель и кромок заканчивая швами укороченными рядами прибавлениями и убавлениями петель именно для этой техники далее мы с вами начинаем вязать уже первые образцы с узорами рисунками дальше мы с вами учимся подбирать правильно спицы по образцам и переходим к практике начинаем мы самого простого связание по прямой первое изделие которое нас встречает это шарф мы учимся читать схему мы учимся вязать по прямой также мы учимся рассчитывать самое простое изделие конкретно прямоугольник учимся вписывать в этот прямоугольник нужно вам размеры рисунок и как во всех моих книгах хочу заострить на этом ваше внимание что здесь вы также считаете все абсолютно по своим меркам по своей плотности соответственно вяжите изделия своего размера и из своей пряжи после того как мы научились с вами просто вязать по прямой мы учимся вязать по прямой после этого сшивать изделие в круг и вяжем тот самый ромб как самый смог простите который я показывал в самом начале далее мы переходим с вами к вязанию по кругу в иллюзорной техники начинаем с простой подушки которая позволяет на самом деле вот этим своим зигзаговым ритмом очень классно именно вашу технику закрепить то есть здесь вас после этой подушки уже техника как что говорит как говорит точнее от зубов отскакивает то есть вы настолько уже набиваете на ней руку что дальше можете вязать совершенно любое изделие уже не путаться в порядке рядов и петель после подушки мы с вами переходим к носкам здесь мы учимся сочетать гладь на пяточки на мысках резинку и все это сочетать с иллюзорным узором точно также здесь подробный пошаговый рисунок вначале идет алгоритм что мы делаем как и в какой последовательности а потом уже идет подробнейшее описание какие нужно снять мерки что нужно посчитать и как это все сделать все абсолютно уроки сопровождаются инструкциями подробными фото инструкциями которые может быть не нужны тем кто уже давно вяжет но очень пригодятся новичкам которые только-только начинают учиться вязать далее мы с вами переходим к укороченным рядам и изучаем сначала просто отдельно именно укороченные ряды без вывязывания рисунка просто ряды по кругу и по прямой это все пригодится нам вами впоследствии когда мы будем вязать уже изделие изучили отдельно к вырученные ряды и переходим к вязанию шапки шапка вяжется у нас с вами поперек как раз за счет этого на ней будет довольно таки неплохо видно иллюзорный узор вот она шапка она связана такими клинышками и за счет этого когда мы поворачиваем голову мы видим вот этот самый эффект иллюзии по желанию вы можете здесь набрать петли и связать резинку чтобы это была более привычная шапка для вас подробно разбираем на шапке как нам вписать рисунок в укороченные ряды как нам с вами схему скорректировать для этого и опять же практически по петлям по шагам с вами вяжем шапочку учимся прибавлять и убавлять петли прибавление петель выполняем разными способами все эти способы опять же они показаны и переходим к манишки с растительным узором подробно очень опять же все показано пошагово как это все вязать как нам скорректировать схему рисунка чтобы потом можно было его расширить или сузить и непосредственно вяжем саму манишку далее мы с вами вяжем варежки с исчезающими сердечками вот так они выглядят в жизни то есть сердечки то появляются то исчезают после этого мы переходим к тому самому шедевру который так намучились мы снимать для обложки которые наверное самым является впечатляющим изделием из этой книги это платок с бабочкой здесь дана во первых сначала полная схема на которой по отмечено какие ее части даны далее отдельно по страницам вы можете брать эти страницы скачивать их и распечатывать и потом соответственно вот в этом порядке склеить ваши таблицы и спокойно на них отмечать связанные ряды очень увлекательный платок я его естественно вязала для фотографий в маленьком варианте потому что в большом он просто не поместился бы нормально на странице вам было бы ничего не понятно рисунок появляется постепенно то есть мы вяжем его поперек далее мы с вами переходим к набору петель вдоль кромки здесь все очень подробно показано по петлям как набирать опять же новичок справиться легко показано как набирать петли из кромки и вязать их тем же самым рисунком или резинкой так чтобы у нас полотно при этом не стягивалась но и не шло волнами после того как мы с вами научились набирать петли вдоль кромок мы переходим к вязанию джемпера опять же пошагово у нас с вами все показано как это вяжется и после того как вы уже увидели весь алгоритм вязания мы переходим непосредственно к самому вязанию опять же очень много подробных показано картинок схем расчеты все выкройки все показано все увидите все у вас наглядно перед глазами и самое интересное наверное последний глава это создание своего рисунка здесь я наглядно показываю как взять практически любой японский кроссворд любой рисунок который вы можете нарисовать сами по клеточкам и трансформировать его так чтобы он стал идеальной основой для иллюзорного вязания не каждый рисунок можно так сделать просто взять и связать между немножечко на ним под ним поколдовать все здесь на страницах этой книги и в конце традиционный блок теории благодаря которому вам достаточно уметь вязать только лицевые изнаночные петли а всему остальному я вас учу на страницах этой книги пособие по практической магии вы можете купить в принципе в любом книжном магазине который вам удобен вы можете купить его на маркетплейсах озон яндекс маркет wildberries за границей вы можете купить и на литресе электронную версию либо поискать просто поиск в магазинах русских книг очень во многих магазинах с русскими книгами эта книга уже представлена буду рада вашим отзывам и очень за них благодарна потому что отзывы помогут другим людям определиться с покупкой ну и порадует меня если хотите сказать мне пару приятных слов после прочтения и изучения этой книги на этом я с вами прощаюсь всем ровных петелек и и и